Гомельская электроаппаратура выпускает продукцию бытового призначения, переважно газовые и электричные плиты. Больше 60% продукции – еденный экспорт. Сирот основных замежных партнеров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Польша. Кировник администрации Чигуношного района Виталь Уткин выказывая подяку прационному коллективу за добрые выники. Ширая размова, закрана и пытания, связанные с реализацией декрета номер 3. Зразумело, для коллектива поспехового предприемства тема не совсем актуальная. Але ж у кожного есть уродные сябры, які по тих тінших причинах могли трапить падение документа. И тому огученная информация не буде лишней. Коли человек отримал поведомление об необходности уплатить сбор, але знаходится у тяжкой житевой ситуации, и он зауседы може звернуться за допомогой. Если у человека временное затруднение, то я уверена и я наслышана, что люди идут и на местах, и в налоговую, и идут в горе-сполкомы, и везде очень корректно, понятно объясняют. Кому-то дают отсрочки, кого-то освобождают. У каждого свои аргументы, просто принеси документы. Основания на все надо. Мое отношение однозначно к декрету номер 3. Работать, зарабатывать и платить налоги. Межтым складанная житевая ситуация далека не у кожного. Некто набывает дорогую майомость, отпочивая на курортах, однако не удельнейшая в финансовании державных выдатков. При этом на ровне с добросумленными плательщиками користается социальными выгодами у нашей краине. Бесплатными адекватной и медициной, добрыми дорогами. У нас вышитывают, и мы платим, всегда платим. Я против, чтобы молодые люди и такого возраста, где-то 40, не работали. Как это так не работает? Платить выдатки повинен кожный. Г этой думки притримливаются и инши работники предприемства. Только праце и суместными намаганиями махтшима побудовать моцную и квитнеющую краину. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель».